привет привет дорогие друзья вещает канал альтернативного моделизма и это так скажем нулевое видео нового проекта сразу хочу сказать если вы боитесь подцепить вирус альтернативного моделизма вы должны сделать прививку от картона вируса многие из подписчиков писали что начинается голод по бронетанковой технике и поэтому будем этот голод удовлетворять смотрите сколько всего тут уже склеена по наклеена с этим совсем нужно конечно же разобраться но как говорится все по порядку ну что ж полетели если честно я даже не знаю можно ли данную сборку назвать доделкой долгостроя почему потому что ну как таковой модели еще нет есть только какие-то узлы детали всякие элементы которые я собирал долгое время и планировал использовать в этой сборке и если данная сборка имеет отношение к долгострою то только в виде самой идеи которая пришла мне в принципе в голову достаточно давно самым таким ярким элементом который сразу бросается вам в глаза это же конечно есть гусеницы то есть вот такая гусеничная лента ее длина порядка 35 сантиметров и эти гусеницы я собирал достаточно давно на канале есть видео как именно сделать такие гусеницы и кому интересно я оставлю ссылочку в конце этого видосика и вы сможете весь процесс увидеть самостоятельно как видите гусеницы в принципе сделаны на таких своеобразных шарнирах подвижные высоко детализированные опять же по моему мнению и имеют очень агрессивный такой видок именно этот агрессивный вид подталкивает меня залезть на чужую территорию а именно мне кажется что такой стиль подходит бронетанковой технике которую мы с вами можем наблюдать во вселенной вархаммер 40 к именно такой танк я планирую собрать из вот этих деталей и так что у нас тут есть у нас тут есть две гусеницы есть резервные траки собранные в ленты 6 штук и 3 штуки возможно будут использоваться для стыковки возможно будут просто лежать как резерв на броне и на всякий случай у нас даже есть заготовка одного трака и шарнирная оська ну а дальше переходим к всяческой мелочевки откуда берется эта мелочевка дело в том что после окончания какого-нибудь проекта у меня остается очень много обрезков это обрезки видите двухслойного картона четырехслойного и мне просто жалко выбрасывать эти кусочки и я начинаю склеивать вот такие щитки лючки накладки и так далее склеиваю их на обум и о их целевом назначении имею лишь какое-то отдаленное отдаленное понятие то есть вот эти две накладки я планирую использовать как брызговики либо же просто такие защитные щитки на над гусеничных полках мне кажется по стилю и форме они туда прекрасно подойдут далее есть простая накладочка и тут вы можете увидеть букву т и она просится на лобовую деталь нашей модели есть вот такой вот лючок он может быть использован как люк для загрузки боекомплекта для посадки экипажа он не подойдет потому что ну мне кажется если вот взять для сравнения смотровую щель и люк посадки экипажа то есть некоторое несоответствие размеров поэтому будет использоваться для загрузки боекомплекта смотровая щель механика водителя вы ее уже видели и она вам знакома обалденная получилась радиаторная решетка моторного отсека мне очень нравится тут уже без вариантов куда она будет приклеена есть вот такой экзотический лючок возможно на какую-то боковую деталь есть лючок вот такой овальной формы не знаю то ли люк то ли какой-то механизм но в принципе найдет свое применение вот это командирская башенка и она постоянным подписчикам уже знакома потому что эту башенку я склеивал собирал для проекта химера но пролетел в размерах она оказалась слишком велика для башни той модели поэтому ждала своего часа и очень надеюсь в этой модели она обретет свое место вот такой пулемет также собирался для проекта химера и также я пролетел в размерах здесь он будет как нельзя кстати есть лопата не особо оригинальная но думаю тоже ей место на броне найдется фаркоп но где же быть фаркопу как не на корме вот эта деталь это не суровый клепанный стульчак я понимаю что в вархаммере достаточно суровые персонажи но все-таки сидеть на таком стульчаке достаточно неудобно поэтому думаю что вот эта деталь будет применяться как маска основного орудия нашего танка вот такая совсем маленькая деталюшка если честно не знаю что это как это склеил как вы видите из гусеничных гребней ее возможно будет использовано как основание для антенны есть у меня уже буксированы буксировочные крючья в принципе самих крючев еще нет они будут сделаны из скрепки или из проволоки но есть их картонные основания и есть вот такая деталька что это такое вот это я точно не знаю какой-то был очень сильный творческий порыв что я это склеил и если вот конкретно эта деталь не найдет своего применения в этой модели я в принципе особо не расстроюсь что еще у меня есть у меня есть вот такие штуковины видите это упаковка от ампул и коль уж я решился залезть на территорию вархаммера то чем мне приглянулась эта упаковка тем что здесь есть вот такие уже выбитые штампом узоры и если эти узоры именно вот так и приклеивать то мне кажется стиль вархаммера будет соблюдаться такие вот детали используются в основном на ходовой части данного вида техники у меня две есть такие упаковочки очень надеюсь что они мне упростят сборку и есть еще волшебная волшебная коробка в которой я подбирал детали для ходовой части как обычно это первая примерка но она необходима и так ведущие колеса планируется пока на данном этапе сделать из колпачков от клея пва колеса ленивцы будут делаться из этих крышек они одинаковы по диаметру но к сожалению различаются внутренним заполнением если не найду одинаковых то будут использоваться именно эти крышки дело в том что если они станут по разные стороны модели то вот это отличие не будет особо бросаться в глаза если будет необходимость в поддерживающих роликах то у меня есть шесть вот таких вот шайбочек что это и откуда это я не знаю но пока они у нас участвуют в проекте и естественно основная часть ходового элемента это у нас опорные ролики основой для этих опорных роликов послужили пластиковые крышки от бутилированной воды первая часть пошла в проект химеру а вот видите вторая часть преобразовалась в такие катки и будет использована в этом проекте что у нас есть внутреннее заполнение гофрокартон бумажно-катанная трубочка и как ось конечно же стержень от шариковой ручки для повышения детализации вовнутрь вклеены вот такие шайбы они немного разные но в принципе опять же особо это в глаза бросаться не будет поскольку у нас уже есть гусеницы собранные полностью это очень ускорит сборку данной модели и есть уже у нас катки катки красивые на мой взгляд я здесь буду отступать от стиля вархаммера потому что катки хочу оставить открытыми такую гуслянку закрывать броней абсолютно не стоит вот в принципе и все что мы имеем друзья на настоящий момент из составных частей из деталей теперь давайте по стилю я вам уже говорил что в вахе я абсолютный дилетант и если вам интересна техника которая принадлежит какому-то конкретному клану или там расе то вам лучше посмотреть другой канал канал моего коллеги моего знакомого который также как и я собирает модели из картона но он специализируется чисто на вархаммере поэтому ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии что по стилю именно моей модели то я не буду привязываться какой-то конкретной расе то есть я это не будет техника орков или там космодесантов я буду стараться лишь примерно закосить эту модель под стиль вархаммер а там уже как получится потому что вы знаете даже если вархаммер то он будет у меня альтернативный форма гусеницы будет либо вот такая рамбическая которая классическая для вахи либо же будет обычная классическая для обычных земных танков посмотрим но лента гусеничная достаточно длинная поэтому очень надеюсь что позволит мне сделать либо так либо так в принципе длины должно хватить вы видите уже модель получается достаточно большой если вдруг я замахнусь на что-то гигантское и не хватит у меня длины гусеничной ленты то возможно применим как я уже говорил резервные траки либо же просто склею здесь над гусеничную полку которая вот этот разрыв закроет ну вот на этом наверное и все в настоящий момент видите у меня видение по данной модели такое пока расплывчатая размазанная конкретики никакой нет поэтому я буду в данной сборке полагаться очень сильно на волю альтернативного моделизма и влияние творческого зуда ваши комментарии ваши идеи будут очень важны для меня поэтому не стесняйтесь пишите также буду благодарен за лайк и буду благодарен за подписку подпишитесь чтобы увидеть продолжение всего этого безобразия а как показывает практика рано или поздно продолжение будет на этом у меня все друзья буду прощаться с вами пока скоро увидимся до новых встреч до новых встреч Субтитры подогнал «Симон»